Всем привет! Питомный школьный сад приветствует вас! Как видите, уже не на полях, а в кабинетах. Сезон у нас подошел к своему завершению. Все дела мы по плану в этом году выполнили, закрылись ввиду ряда обстоятельств раньше обычного. По обычным графикам мы где-то часа до 10 в поле работаем, но в этом году отстрелялись до конца октября. Год был сложный, год был тяжелый. Как вы помните, все началось с майских заморозков, возвратных. 5 мая или 4-го, сейчас не помню, но и 9-го. Там вообще на дни 10 подряд, или если не 2 недели, были каждые ночи заморозки. Самые сильные с 4 по 5 мая, по-моему, на Пасху замерзла вся вишня, вся черешня. 80% яблонь, 80% сливы. Были надежды, что что-то отойдет, но чудо не случилось, поэтому имеем, что имеем. Даже черешню, которую мы прививали зимой, зимней прививка, и содержали мы ее в холодильнике. Держали мы ее годное число, может быть, до 10 мая. Уже дольше тоже не особо положительно было бы ее там держать. Высадили, и тоже результат не очень хороший, и ее даже успело морозом прихватить. Это, в общем и целом, как у нас начался год. Летом занимались черенкованием, все это дело показывали. В этом году сделал в 2 раза больше черенка в кассетах, ожидая спрос прошлого года. Но, к сожалению, не угадал. Спрос был меньше, поэтому на следующий год, скорее всего, будет меньше в кассетах черенковать. И что мы еще? 4 теплицы мы построили в этом году под ключ. Сталось только повесить фоггеры, форсунки простейшие. И соединить все в общую систему. Это все хорошо, только у меня и теплицы есть, и пленка есть. Но на следующий год, чтобы все это 8 теплиц запустить, маленьких и одну большую, у меня, к сожалению, нет ни количества, ни маточника. Ну, с маточником может проще, если не привязываться к культурам, а черенковать там все подряд, то, в принципе, можно найти, что черенковать. А вот людей, чтобы за июнь и июль это все сделать, ну, к сожалению, пока столько людей нет. Нет. Зачем я их построил? Ну, чтобы были. У нас бывают иногда в питомнике такие работы, ради работы, на перспективу. Теплицы это никуда не денутся, они простоят. Самым первым теплицам, которые маленькие у нас, мы с Черекуем их привезли из Нижнего Новгорода, и они в Нижнем стояли, накрытые, по первому адресу нахождения питомника в Нелицах, в поселке. Они, наверное, 24, ну, они из 2000-х годов, им где-то 24 года, 25. Они в отличном состоянии, и даже краска, которую носили еще, на них держится, грунтовка. Поэтому время придет и их зачеренкуем. Тем более, маточный фонд, я показывал, мы увеличили осенью. Не столько, сколько по ассортименту, а сколько по тем же самым культурам, которые есть. Часть маточников просто увеличили, часть маточника восстановили. Из первых там очередей, которые у нас уже старые маточники, там очень сильно морозом начали пострадать. Спиреи, чубушники перезакладываем, потому что они уже практически у нас там их выбило. И вот на такой вот качелях я нахожусь между выбором, что больше, больше черенковать декоративный культур, либо все-таки в ущерб прививке, потому что мы ограничены. Хочется начать пораньше черенковать, но не дает погода, особенно в этом году. Черенки прижало, ждали, когда все это восстановится, когда гортензия восстановится, когда жимовость отрастет, черенок среди пострадавших растений. И начинаем мы там 1 июня грубо, вот весь июнь, без выходных каждый день черенкуем, июль черенкуем, и уже к концу июля, в 20 числах, как бы нужно вставать и идти на другую работу, а именно подготовку дичков и их прививка. Тоже на это требуется время. Можно и позже начинать, но там есть риски хуже, более худшей приживаемости, потому что сроки оптимальные одни, и черенковать тоже очень поздно, тоже плохо. В августе черенковать, я вот показывал вам эксперимент с коренителями разными, я применял на разных кассетах, там Рейпозон, Редегрин, Корневин сам дешевый. И к этому времени уже там пузыреплотники, уже более там толстенные, Калина Бурдонеж уже была жесткая, она была не зеленая черенка, а древсневшая. А такие черенки в тумане укореняются намного-намного хуже. И поэтому вот я сейчас сижу и думаю, чтобы не убавить приоритеты. Это черенкование тоже непростая вещь, особенно в тумане, это не древесный черенок, который меньше требуется внимания. Тут как грудной ребенок, каждые 15-20 минут нужно полить, на ночь выключить, чтобы не перелить. Вообще тонкости есть везде. Ну и спрос тоже есть, поэтому список культур мы там как бы для себя выявили, который он там есть, и будем расширять этот ассортимент. Какие еще новости у нас в этом году были? Новости, новости. Новый сорт айвы мы презентовали своей селекцией. Очень давно мы его изучали. Это не одно растение, как спрашивали там в комментариях. У нас их достаточное количество, собираем уже плоды с них. И планируем подбирать комбинацию по сортам груш, которые будут подвойной привойной комбинацией, хорошо себя показывать. Будем выпускать на этой айве карликовые груши. Один экземпляр у нас уже в питомнике растут. Память Яковлева, к примеру, дереву уже больше, наверное, лет 15-18. Ростом оно всего 2,5-3 метра. Потом дела житейские, то есть судебные, в этом году у нас никак не покидают. Я ролик об этом записывал летом после того, как я, запись там идет, непонятно, после заседания суда. Суд мы это выиграли. Напомню, что суд делал от того, что клиенту не понравилось там некое количество растений. Этот чуть-чуть кривой, а этот чуть косой, а этот до сантиметра ниже. И он подал иск в суд, что якобы мы ему не привезли это количество. То есть 30% мы ему недопоставили. Сам себе противоречил. В одной претензии он писал, что ему не нравится, а в другой претензии пишет, что мы просто не привезли. Было, суд почти, сколько он, 9-10 месяцев он длился, было 5 заседаний. В общем, он требований ответчика удовлетворения отказал. Суд в суд на нашу сторону. И, ну, сейчас прошло время, я смотрю, пришло письмо. И стец просит возобновить дело по каким-то причинам, не знаю, какими, даже не читал. То есть 2-3 серии мармезонского балета продолжения. И на эту тему сейчас, в последнее время, достаточно такое обострение среди клиентов, которые хотят, как бы вам сказать, помягче-то, и рыбку съесть, и все остальное. Дальше по анекдоту. Очень такой пошел говнистый народ. Причем из новых клиентов. От них этого можно ожидать. И от постоянных клиентов. Буквально сегодня получил претензию от постоянного клиента из райского региона. В котором он, это самый поздний клиент, которого мы ждали, когда он заберет свой заказ. Все заказы уже мы раздали. А он там искал машину за 5 копеек. Он, конечно, это не отменяет требования к посадочному материалу. Но и требования, которые он предъявил. То есть там колоновидный яблонь. У них чуть-чуть не вызрел макушка. Это вполне нормально. И вот он срезает 5 сантиметров макушечка, которая уже сейчас подгнила. После выкопки. Копали мы, грубо говоря, в октябре. Уже ноябрь месяц прошел после выкипки. И вот показываю. Вот верните деньги за эти саженец. То есть, ну не знаю, как к этому относиться. Я написал свое видение этой деятельности. Что у нас в договоре написано, что частичные потери декоративности и надземные частей. Корень подрезанный. Это вполне нормально. Виноград. То есть виноград на луках. Трехлетние саженцы копали. Неукрывно, не рейтинский, маринский. Вот эти сорта. Держал он в хранилище. Осень была теплая. Это очень-очень плохо. Не увлажнять мы его там не можем. Потому что он будет высыхать. Естественно, мы поливаем террическим водой. Накрываем пленкой. Чтобы эти кучи с виноградом пучки связаны. Чтобы он не сушался. И потому что там влажно и в подвале относительно тепло. То появляется какая-то микроплесень. Которая на рост растения, на его жизнедеятельность никоим образом не влияет. Ты берешь саженец, рукой провел, опустил в воду. Все, никакой там плесени больше нет. Это не гнид, который там, знаете, весной. Мы достаем, когда виноград, допустим, или крыжовник из клумб весной. И если там какой-то форс-мажор был. Примерно там текло с крышей. Там весь прикоп, он был как бы замоченный. Да, там, да. Все там так дилое. Ты ломаешь. Все черное. Еще раз ломаешь. И все черное. Там как бы до самого корня все чернота. Здесь же человек сам на фотографиях срезает все растения. Виноградка, рыжовник. Все идеально зеленое. И начинает мозги полоскать. Это вот тренд вот этого года. Он и у нас, и смотрю, в группах наших зеленых, профессиональных, тоже там такая тенденция есть. Народ уже, не знаю, как сказать-то, помягче-то, слово подобрать. Хочет, не знаю чего. Хочет заниматься растениями. Он хочет торговать коровами, но не хочет дерьмо за ними убирать. Вот, скажем так, такая аналогия. Весной у меня ролик был на канале с матерными словами, который я там запикивал, когда показывал, что вот пишут нам тоже претензию, как раз касательно того суда, что вот у нас там шип, то есть вот прививка начинается. Вот здесь пошел растение в бок, почка расти, а это вот оставшийся пенек. И нам все в нос тыкают, что это как бы брак, так и сделать нельзя. Ну, ребят, 35 лет питомника мы это делаем, и еще ни одна яблони не погибла. А то, что московскому клиенту это не нравится, возьмите, для него и подрежьте, замажьте там цветом, который краски ему нравятся, сделайте ему приятное. Как-то вы должны работать тоже над продукцией, иначе идите торгуйте, извините, строим материалами. Вам с завода привезли минеральную вату или пенопласт упакованный, вы их как бы продавцу отдали, все, к вам вопросов каких нет. Здесь живой товар, будьте ухаживать за ним, нужно поливать. Вы что, поливать тоже его не собираетесь, когда посадите свои в горшки. Подрезать не будете. Другой клиент, тоже буквально весной, причем постоянно к ней еду, я трудничаю с ней больше 10 лет, из-за Ивановской области. Доброе вам здоровье, если меня узнали. Тоже, что-то мне понравилось. А, получила на этот клиент груши, начали на них высаживать, причем она не первый год на саженце берет, берет порядка 10 лет, один тоже ассортимент, ничего нового. И присылают мне фотографии груши, что я грушу своей еще не видел, длинный корень, семеном подводе, до 40 сантиметров. В этом году, кстати, груши корневая хорошая, более-менее разветвленная. И человек говорит, а в какие горшки я его должна сажать? Я говорю, я не знаю, это как бы не моя причина. Не в виде диалога, а в виде претензий, в виде наезда. Я говорю, ну, когда люди нас интересуют, с нашим товаром не работали, они спрашивают иногда, во что я посажу вот эту конкретную позицию. Я говорю, спрашиваю, если я посажу вашу сливу в С3, я говорю, не посадишь. А в С5, я говорю, не посадишь. А куда посадишь? В 7,5 литров посадишь минимум сливу. И вот, как бы, у меня у нас были претензии от одного клиента, когда он у нас двухлетний саженец самородин получил. Ну, двухлетний, это хороший, мощный куст, сверху и снизу. А хотел посадить их по девятку. По девятку, это, кто не знает, горшочек высотой 9 сантиметров. И пишут нам претензии, что он, матом-то нельзя материться, да, что он не лазит в горшочек пол-литра. Я говорю, ну и что? А он должен лазить туда. Поэтому сейчас народ вообще из крайности в крайности кидает. Одному это не нравится, у другого другие планы были. Работать с клиентом в Сатом становится все сложнее. Ну, с розничным всегда было сложно работать. Одна женщина в 72 года пишет тоже претензию. Ну, не претензию, а отзыв нехороший. То есть у нас есть розничный интернет-магазин, школьный сад, в Сатуре. Там указан размер растений. Яблоня, один год. И высота у нас лимитируется нашей коробкой. Мы, как некоторые интернет-магазины, не упаковываем там по 2-3 метра. У нас нет такого желания. И на этом все, нет у нас такого желания. Есть у нас коробка метровая. Мы подбираем растения, которых можно отрезать там не больше 30%. Мы не берем, допустим, двухметровую черешню, режем ее пополам, чтобы в коробку поместить. Это неправильно, либо яблоня. Мы берем изначально меньше растений. Вторую сорт это называется. Это не мусор. Это не брак. Это растения второго сорта. Люди бывают такие тоже. И ничего, все живут. Поэтому там получилось, что... И как пишем в характеристиках товара. Яблоня один год, высота 40-100 сантиметров. Женщина получила свои 100 сантиметров. Там даже было 120. Там обрезать не стали. Там макушка 20 сантиметров. Просто по коробке загнули. Без слома. Там была возможность ее загнуть. И женщина написала там, скопируя какой-то ГОСТ, еще что-то, какую-то документальную информацию из Консультант Плюс. Что вот, растение должно быть полтора-два метра. Люди, вы когда заказываете, вы хоть смотрите, что вы заказываете-то. Если написано в описании ОКС, а вы ждете ЗКС, так не получится. Надо заказывать. Если у нас там малины, к сожалению, наша селекция никак у нас не получается сделать в закрытой корневой системе. Ну, не получается. Вот только мы открыты корневую систему, наши сорта. Другие сорта, малины, ежевики, мы для ассортимента приобретаем у подрядчиков, субпартнеров. Ну, они вот в закрытой корневой системе идут. Наши, к сожалению, только с ОКС. Нет у вас возможности ЗКС их сделать. Будьте внимательны. Смотрите в описании. Мы никого не обманываем. И ростовка по опту тоже. Если написано черешня у нас, вот черешня замерзла и вишня. Но у нас небольшое количество зимней приивки. Зимней приивки у нас вырастает от 20 до 60 сантиметров. Вот, 60 сантиметров. Выше нас не растет. И яблони тоже зимней приивки больше не вырастет у нас. При сбалансированном питании мы можем ее выгнуть метр. Но она либо у нас гниет, либо у вас замерзнет. Потому что рост будет несбалансированный. И сейчас в оптовом прайсе у нас написано черешня 20-60 сантиметров. 20 это вот столько. Все. То есть там не будет в пучке все 20. Там будет и 20, 30, 40, 50, 60. Разброс вот такой вот есть. Но будет и 20, будет и 80 даже. И странно видеть от людей, когда в Башкирии отгружали, пишут там письма. Да, вот, получили черешню такая маленькая. Мы такую продавали, мы такую покупали. Непонятная ситуация, кто будет у нас работать в следующем году. Как и многие питомники, мы завязаны на иностранной рабочей силе, проще говоря, на мигрантов. Они у нас уже трудятся порядка 10 лет. И сейчас у нас нововведения в Ежегородской области. Они весной были в различных регионах эти, я слышал, в Краснодарском крае. Они вводят локальные запреты на трудоустройство мигрантов определенных видов деятельности, в том числе сельском хозяйстве, тепличные хозяйства, цветочные какие-то хозяйства, комбинаты. И нас это тоже коснулось. У нас Никитин, губернатор Нижегородской области, подписал постановление с 1 октября по 1 марта за пред на будущее патентом иностранных граждан. То есть, неважно, человек приехал из Узбекистана, Кыргызстана в самолете, прилетел в Нижний, либо он находился в Москве, либо в Питере, к нам сюда в Нижегородскую область переехал, ему до 1 марта патент не раздут. Вроде хорошо есть дата 1 марта, но непонятно, что будет после этой даты, потому что у нас дедлайн по приезду рабочих это 15 марта, до 20 можно отложить. И вот мы сейчас всю зиму в Неведении, и вообще, что мы будем делать в следующем году? Если какую-то операцию квалифицированную по окулировке я могу еще провести без своих сотрудников, воспользоваться бригадой из Крыма, как мы это делали в коронавирус, по-моему, в 2021 году, что ли, то вот все остальные процедуры, к сожалению, кроме нас местных никто не сделает, а людей здесь, к сожалению, уже по опыту прошлых лет, за 35 лет мы уже, в принципе, весь рынок знаем. И когда говорят, а что вы людей здесь не найдете, ну, наверное, все-таки мы уже все варианты перепробовали, и не от хорошей жизни пошли на биржу труда за иностранной рабочей силой. Так что с такой, в нервную немножко ситуацией мы сейчас подвешенно находимся. Если 1 марта этот закон либо продлят, либо какое-то будет там ужесточение для получения иностранцам патента на работу, а не вводится эти ужесточения, то будет очень большая для нас прям беда. В этом году у нас, видите, заморозки, нас погода очень сильно подкосила, минус 50% от урожая. В следующем году, ну, государство такими постановлениями, ну, не только нас, скажем честно, потому что иностранцы сейчас везде и вся, в Нижнем Новгороде такси, сфера ритейла, там, уборка улиц, территорий, и нигде кого-то не секрет, не знаю, как это Нижний Новгород переживет эту зиму, там не говорится, что старых нужно выгнать, кто сейчас находится, просто новым не будут давать документы. И все это вылезет к тому, что, скорее всего, кто остался работать в Нижнего городской области, они сейчас себе попросят зарплату в два раза больше. Скажут, что, ребят, у вас там деньги на депозитах под 20%, кого-то и больше, давайте-ка делитесь, кроме нас здесь никто работать до 1 марта не будет. Как бы это их правда, и никуда не денешься. Если ты вчера платил там 2000 рублей в день, будешь платить 5, иначе работай сам. Тоже такая нездоровая ситуация складывается у нас в Нижегородской области, но, говорю, весной эту процедуру эксперимент проводил в других регионах. На нашей селекционной работе мы ее не останавливаем. По-моему, в январе этого года, запутался я уже в январях, я вам показывал наши там перспективные карликовые формы. Там голосование мы устраивали, какие вам больше понравились. Эти формы мы продолжаем испытывать. Для дальнейшего показа в свет, возможно, у нас будут появляться еще промежуточные результаты по суперкарликам, карликовым видам малины, которые можно использовать для выращивания исключительно в кашпо, либо малообъемке, там на подоконнике, либо в сити-фермах. Это всего лишь 30-40 сантиметров высота взрослого куста. На осень следующего года у нас будет предложение доступно оптовое по сорту полет Костенко, который в рознице мы уже два года предлагаем нашим розничным покупателям, сдерживаем его попадание в лоб, и в лобке опять мы его сдерживаем. Не хотим его массового распространения, ну, ввиду большого количества пиратства. Наличие патента и авторства у нас никоим образом нас не защищает, никому мы не нужны с нашими патентами и авторством, ни государством, ни юристам, которые не могут доказать то, что тот пират, и наказать, доказать и наказать. Поэтому мы максимально сдерживаем выход сорта в массовые продажи, сами искусственные. На примере полета Костенко, мы порядка двух лет, по-моему, третий уже пошел, продавим его только в розницу, и на следующую осень, мы в этом году заложили там небольшое количество, на следующую осень будет доступна продажа порядка 10 тысяч растений этого сорта, но это будет продажа в одни руки. То есть, это к нам приезжают люди, закладывающие промышленные сады, будем предлагать, это будет посадка, полета Костенко будет в продаже, но одним, максимум двумя лотами, то есть там лот пять тысяч, и у второго лот пять тысяч, максимум в одни и две руки, и именно это будет не продавцы саженцев, тоже поймите нас правильно, мы как бы себя максимально стараемся отсрочить тот момент, когда сорт начнут тиражировать, вынуждены мы это делать по какими-то там путями, возможно, кто-то считает, что мы спекулянты, то есть, сдираем цену, чтобы первое время подзаработать сливки, в какой-то вере мы правы, но селекцию у нас частная, нас никто не поддерживает, нас никто не субсидирует за 35 лет существования питоника. На сегодня, наверное, о новостях все, возможно, позже давайте проведем прямой эфир, какой-нибудь из пятниц, вечер пятницы, пишите в комментариях темы, которые бы хотели обсудить в прямом эфире, не знаю, как там вы будете, конечно, смотреть на ютубе, сейчас достаточно сложно это делать, ну, либо можно какой-то параллельный эфир в рутубе и в ютубе, хотя по опыту последнего ролика про лайву, который я выложил в рутуб, и рассылка была, и там, и там ролик, все-таки люди на рутубе не заходят, даже у самых топовых блогеров, которые иногда я просматриваю, по типу Лариса Зарубиной, там на ютубе там миллионы, на рутубе там крохи какие-то среди подписчиков, все-таки ютуб наше все. На сегодня новостей, как я уже сказал, все, давайте, до свидания, накидывайте в комментариях темы, и выберем, возможно, в следующую субботу, проведем прямой эфир, а обсудим наболевшие вопросы.